Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Аминь. Получение Святаго Иоанна Златоустова. Злые люди и во грехах живучие, еще прежде будущего вечного наказания, и здесь уже наказываются. Не говори мне, что этот человек пользуется роскошным столом, одевается в шелковые одежды, окружен толпами слуг и гордо выступает по торжещу. Но открой совесть его, и увидишь внутри великий мятеж от грехов, непрерывную боязнь, бурю возмущения. Увидишь, что ум, как на судилище, взошел на царский престол совести и, подобно судьи, сидит, расставляет вокруг помыслы, как палачей, истязывает душу и терзает за грехи, и крепко вопиет на нее, между тем, как никто не знает о сем, кроме одного Бога, это видящего. Подлинно живущий блудно, хотя бы был безмерно богат и не имел ни одного обвинителя, сам непрестанно обвиняет себя внутренне. Удовольствие у него кратковременно, насколько постоянно. Отовсюду страх и трепет, подозрение и беспокойство. Он боится переулков, трепещет самых теней своих рабов, как тех, которые знают, так и тех, которые не знают, и той самой, которую он развратил, оскорбленного мужа, где не ходит, везде носит с собой жестокого обвинителя совесть. Сам осуждает себя и не может немало успокоиться. Ибо на постели, и за столом, и на торжеще, и дома, и днем, и ночью, часто в самих сновидениях видит он образы своего греха, проводит жизнь Каина. И о чем никто не знает, внутри себя имеет огонь, всегда возгнетаемый. То же бывает и с хищниками, и с корыстолюбцами, то же и с предающимися пьянству, и вообще со всяким, и с живущим о грехах. Потому что невозможно извратить оное судилище совести. Ибо если мы и не творим добродетели, однако ж скорбим, что не следуем ей. Если и делаем зло, однако ж поминование греховного удовольствия ощущаем скорбь праведным, и здешнее, и будущее доставляет великое удовольствие. А злые корыстолюбцы и здесь, и там наказываются. Они и здесь наказываются ожиданием будущего мучения, худым всеобщим о них мнением, и даже тем самым, что грешат и растлевают свою душу. И по отшествии отсюда терпят невыносимые казни. Напротив, праведники хотя бы здесь терпели бесчисливость, и длинные бедствия питаются сладкими надеждами, вкушая удовольствие, чистое, постоянное, непоколебимое. А после сей жизни уделом их будут неисчислимые блага. Аминь. Из первой беседы о Лазаре. Аминь. Аминь. И.